Ну, коллеги, я вот с кем разговаривал, конечно, да, они завидуют, и завидуют белой завистью. Поводов масса. То, что врачи видели на выставках или в медицинских журналах, вот-вот заработает в Новой Покровской поликлинике. Операционный блок и палаты интенсивной терапии, оборудованный по последнему слову медтехники. Кровать противопродежневая, она с постоянным турбонаддувом, подогревом, то есть все комфортные условия для тяжелобольных, особенно ожогов. Рассказывая об эксклюзивных для сельских больниц новинках, врачи волнуются. Видите, я волнуюсь, поэтому пульс 123. В медицинское оборудование Покровской поликлиники вложено свыше 50 миллионов рублей. Врачи-рентгенологи не нарадуются на цифровой флюорограф «Взгляд Орла». Это изобретение орловского научприбора. А рентгенологический комплекс «Амика» пришел на смену ветерану 80-х годов. Ну, Светлана Асим очень давно работает в рентгенологии, она об этом не спорачивая, давно-давно мечтала. Если больной у нас на каталке, чтобы его не перекладывать на стол, мы вот так вот сюда выдвигаем, трубочку выдвигаем, больного сюда закатываем. И не перекладывая его на стол, чтобы не травмировать его лишний раз, делаем снимок. Стоматологи объяснили, почему покровчане могут больше не бояться зубного врача. Ну, очень хорошая Машенька. Даже дети, наверное, без страха будут обслуживаться на этом оборудовании. Ну, это нужное дело. Туда же деваться. Конечно. Каждый из нас когда-нибудь один раз в жизни ночами не спал и мучился от боли. Четыре этажа поликлиники. Это детское приемное отделение, лаборатория, администрация больницы, процедурные и прививочные кабинеты, служба 03 и многое другое. Открытие этого корпуса медперсонал назвал событием эпохальным. Спасибо вам огромное. Мы просто рады, как говорится, не знаю как, что вот именно мы вот хоть в такой-то обстановке, когда аппаратура новая. Работали в больницах еще 50-х годов. Барачного типа. Без всяких удобств. У нас ни воды, ни канализации, ничего этого не было. А теперь у нас здесь все есть. Власти же заявляют о сдаче очередного Орловского долгостроя. В последние годы таковые регулярно вводятся в строй. От первого камня до фактического начала работ прошли годы. Здание начали возводить пять лет назад по программе Минсельхоза. Спустя пару лет она закончилась вместе с деньгами. Год назад все решил губернаторский визит. Объект разморозила поддержка, которую медперсонал назвал колоссальной и 169 бюджетных миллионов. Надеюсь, что вся вот эта система модернизации здравоохранения будет продолжена. Пусть не будет федеральных ресурсов, хотя я надеюсь, что не будут. Мы будем тратить на эти вещи средства областного бюджета, но будем доводить все до конца. Со дня на день мощности поликлиники оценят первые пациенты. Власти обещают проложить новый автобусный маршрут, чтобы путь к здоровью был столь же удобным, как и новый комплекс.